Восемь утра, начало тренировки, до обеда, два часа отдыха и снова тренировка до восьми часов вечера. Я чемпионка мира по спортивной джигитовке 2021 года. С самого раннего детства мне очень нравились лошади. Родители, зная мою страсть к этим животным, привели меня в полноклубинские кони, чтобы покатать. Мне предложили заниматься джигитовкой. Были и падения, и даже такие мелкие травмы, но с каждой тренировкой получало все больше и больше. Самое опасное в джигитовке это вольная джигитовка. Это выполнение акробатических элементов на лошади, потому что одно неправильное движение, то ты даже можешь показаться инвалидом. Помимо работы верховой езды, это еще и трюковая работа, работа с оружием. Шашка, пика, лук, пистолет и нож. Для каждого предмета предназначены свои мишени. Для шашки это рубка лозы и баклажки. Также веревка и маленькое кольцо, которому нужно поймать шашкой. Наверное, на чемпионате мира было самым тяжелым справиться со своим страхом, со своим волнением, справиться с самим собой. Когда жюри объявляют тебе старт, начинается мандраж, руки трясутся, ноги трясутся. Периодически ты даже можешь забыть свою программу, свои элементы. И вот с этим всем надо справиться. Мастерство джигиты и всадника заключается в том, чтобы быстро найти контакт с лошадью, быстро подружиться. В конном спорте 70% твоей победы составляет твой конь, потому что все зависит от этого животного. Как он пойдет, как он себя поведет в той или иной ситуации. Редактор субтитров А.Семкин